и снова здравствуйте дорогие друзья здравствуйте братья и сестры главной темой данного видео будут заявления озвучены армянскими лоббистами в россии в частности такими как платошкин затулин и такая в кавычках певичка никто иная как чечерина но давайте обо всем поэтапно прежде чем мы приступим к анализу их заявлений чтобы вас немножко еще поинтриговать могу сказать что меня в неочередной раз обрадовался платошкин у меня складывается такое ощущение что его переполняет порой отвращение кто и лжи которую он вынужден периодически выливать на свои страницы в поддержку армянских националистов и в этот момент он начинает говорить правду во всяком случае у меня складывается такая картина второе вторая личность о которой пойдет речь в кавычках личность это затулин в отношении затулина тоже есть моменты которые меня заинтриговали можно сказать в отношении ходжалов он полностью поддержал армянскую сторону заявив о том что он не признает геноцид ходжалах но вот что касается геноцида армян его выступление можно считать противоречивым потому что в своем заявлении он сам как будто бы противоречит себе заинтриговал если да тогда приступаем и начинаем с вами именно затулина с той отвратительной его мысли касательно ходжалов ходжалы это не геноцид константин затулин но поставлен дизлайк это понятно я специально выключил музыку так как на данном канале принадлежащим одному из армянских радикалов в такого типа роликах всегда играет армянская музыка поэтому я отключил звук чтобы не раздражать своих зрителей но давайте сейчас приступим именно просмотру тире к зачитыванию того что заявил затулин приступаем я специально прокручив вперед дело в том что в мире сейчас масса спекуляций и желаний приписать слово геноцид любому преступлению акту который происходит в между народами и государством мы слышали о геноциде в ходжалах на горном карабахе но геноцида есть системные определения это документальные подтвержденные акты решения об уничтожении целого народа ничего подобного в случае так он говорит что не никаких документов нет в отношении подтверждения геноцида в ходжалах заявление сержа сарксяна это не является практически документом свидетельством учитывая что в момент когда происходили события в ходжалах он был далеко не последний человек неужели это не является прямым доказательством совершенного геноцида может быть не является официальным документом тот факт который признал монтамил конян да он он уничтожен но его брат после его смерти по из его дневников написал книгу путь моего брата вышедший в сша где четко монтамил конян описывал убийство мирных людей ходжалах а может быть не является фактом тире свидетелем те люди которые выжили в этом аду о чем он говорит может быть не является фактом тире свидетельством быстрая ликвидация я россии 366 полка его расформировали тут же после совершения данного преступного участия в геноциде я дальше даже не буду говорить потому что в дальнейшем он уже начинает переходить на турцию разумеется говоря о так называемом геноциде армян совершенных турции и вот здесь когда мы перейдем с вами к следующему ролику где как раз таки он говорит о геноциде так называемом геноциде армян давайте с вами сейчас внимательнейшим образом проанализируем те высказывания которые он делал на одном из собраний которое было посвящено московскому договору и так называемому маму геноциду и первой мировой войне давайте послушаем что он сказал на данном собрании на котором принимали участие все так называемые видны представители армянских интересов в российской федерации приступаем остановим эрдоган неоднократно заявлял о том что он даже готов признать данный факт только в одном случае если армения откроет свои архивы и если над этими архивами поработают нейтральные специалисты не из турции и армении а нейтральные то есть затулин заведомо лжет это армения как раз таки все делает к тому чтобы турция не признавала потому что зачем турции признавать то что не доказано дальше он говорит о том что многие страны признали но кроме турции давайте с вами рассмотрим некоторые моменты турция учитывая ее грандиозную политику тем более последнее время не может не раздражать некоторые страны в частности сша когда сша решила заявить о признании геноцида когда у нее испортились отношения с турцией когда об этом заговорила франция тоже в момент накаление накала отношений с турцией в отношении россии тоже в общем то можно говорить о том же самом факте не так ли 95 год это год когда россия признала данный геноцид так называемый геноцид почему она признала потому что все было подведено под то что была война с турцией погибло много русских солдат хотя погибали с обоих сторон но армяне раскручивали именно этот эпизод эту часть что надо насолить турции тем более турция натовское государство не так ли об этом опять-таки затулин старается умалчивать почему я говорю что в этих стран фразах заложена прежде всего вызов самой армении потому что опять таки не говоря об архивах он уже практически этим самым говорит а почему армения не говорит о своих архивах не так ли когда человек не договаривает что-то это иногда бывает косвенный намек давайте еще некоторое время потратим на прослушивание его заявлений подождите а вот здесь затулин выходит выступает против заявления владимира путина и международной такой организации как оон а также выходит затулин поневоле выступает также и против армянских властей скажите мне пожалуйста в момент когда армения входила в снг она подписывала бумагу о том что она признает целостность других государств и что она не имеет никаких территориальных претензий к ним если да то данное выступление затулин это неуважение прежде всего к армении к ее подписантам в отношении которые подписывали договор по вхождению армении в снг а вот дкб и в другие международные организации это неуважение к армении к ее властям если я не прав поправьте меня продолжаем подождите как раз таки турция вот здесь уже знаете здесь откровенный намек в сторону армении то есть говоря турция он видимо имел ввиду армению который отказывается открывать свои архивы и знаете у гостей данного собрания в особенности у пожилого человека как-то скривилась личика посмотрите на вот этот застывший кадр если я ошибаюсь пожалуйста поправьте меня форме комментария но пожилой человек явно задумался о ком идет речь кого подразумевают под словом в данном случае турция не турцию а армению потому что именно армения я старается искажать свою историю не открывая архивов и затулин это прекрасно знает но давайте пойдемте дальше я не буду подолгу останавливаться на каждом выступлении переходим к следующему моменту данный ролик я включать не буду хотя ссылку на него также оставлю под данным своим видеороликом в данном видео говорится я просто хочу вас ознакомить с этим моментом а также обратиться к россиянам я уж не говорю про азербайджанцев проживающих в россии чтобы они обратили крайне внимание на то о чем я сейчас буду говорить за тулин решил подать документы на то чтобы снова баллотироваться в думу я прошу всех здравомыслящих людей кому важны интересы прежде всего я не буду говорить об азербайджане а именно интересы россии кто уважает подписанные ей документы то есть свою подпись которую оставлял в частности президент россии ведь президент вы можете его критиковать но это лицо страны каким бы она бы не было бы и уважать его подпись необходимо потому что это уважение к стране не так ли учитывая то что за тулин любой ценой старается высмеять сближение россии с турцией и по неволе выступает против в частности подписанных договоров между россией и турцией который подписывал именно путин я обращаюсь ко всем не допустите чтобы он в неочередной раз прошел в думу потому что не гоже чтобы в думе россии интересы русского народа представлял враг россии потому что надеюсь ни для кого не секрет что ухудшение отношений с турцией прежде всего на руку западу любой россиянин может сейчас меня поправить но задумайтесь на тем о чем я говорю сейчас у россиян есть в их лишь шанс не допустить хотя бы одного врага своей страны тем более давайте с вами просто подумаем а что затулин сделал для юга россии кроме того что способствовал заселению сочи армянами что он сделал он что поспособствовал наказанию тех в кавычках личности которых гнобят русский народ в сочи и на юге россии нет нет я что-то об этом не слышал если вы мне приведете хотя бы с десяток с десяток действительно вот за это время что он является депутатом важнейших для будущего этого в региона россии событий моментов которые улучшили жизнь я готов буду сказать что голосуйте за затулина но вы же не назовете я не говорю о тех моментах построена школа я говорю о глобальной помощи учитывая что он далеко не рядовой депутат и мог бы сделать многое когда я смотрю на те ролики которые посвящены затулина я вижу только дизлайки и только 43 просмотра это видимо такая обширная поддержка затулина браво но мы продолжим дорогие друзья и переходим к николаю платошкину и вот здесь пожалуй я я даже не знаю я готов я впервые за долгое время ставлю лайк потому что сейчас прочитав то что он говорит вы наверное так же так и я будете шокированы давайте с вами приступим просмотр к просмотру данного видео включу на самое начало приступаем прошедшим 30 лет назад референдуме за сохранение союза советских социалистических республик на странице николая платошкина появилась статья следующего содержания цитирую власти и типа оппозиционные либералы любят гундеть о советском союзе как тоталитарном государстве между тем 17 марта исполняется ровно 30 лет со дня проведения честного и свободного референдума о сохранении союза ссср в референдуме приняло участие 145 миллионов человек примерно как нынешнее население всей россии или 80 процентов избирателей тогда народ не лежал на диванах и не бегал по распродажам все понимали что решается судьба великой страны и народ проголосовал мудро 77 процентов высказались за сохранение советского союза позором покрыла себя только свердловская область где в угоду земляку ельцину за советский союз проголосовала лишь 49 процентов на украине за советский союз высказалась 70 процентов в средней азии и азербайджане более 90 там молодцы вот здесь я остановлю а чем отблагодарил нас советский союз потерями земель танками в баку и обратите внимание платошки ничего не пишет об армении и еще раз давайте остановимся когда был данный референдум март 1991 года это после танков это после 20 января после уже многочисленных убийств населения азербайджана в карабахе азербайджан голосовал за а в 1992 году нас опять отблагодарили ходжалами и участием россии представителей вооруженных сил россии по уничтожению целого азербайджанского города платошкин об этом умолчал но меня обрадовало что он ничего не сказал об армении и впервые сказал что азербайджанцы молодцы знаете с одной стороны больно вспоминать то время тем более те прянички кремлевские в виде танков и убийств но такова правда и приятно что армянский лоббист ее озвучивал так или иначе правда не договаривая как всегда не говоря о вине армянских националистов не говоря о том кто окружал горбачева и ельцина про таких как агамбекян но пускай это часть будет на его совести хотя бы часть правды а для армянского лоббиста это уже чудо он сказал но давайте пойдемте дальше и переходим да с вами да дорогие друзья переходим с вами к российской так называемой певички которая неоднократно была замечена в поддержке сепаратистских всевозможных движений как на территории украины так и на территории карабаха давайте посмотрим тире послушаем я знаю что сейчас некоторые из вас скажут что камера да не отвечай ей это просто певичка не дорогие друзья это не просто певичка это при певичка которая связана с кремлем и таким отвечать надо приступаем так сразу озвучивать именно территорию карабаха на армянский лад интересно знать где в каком документ она читала слово арцах официальном документе продолжаем она разбирается в кассетных ракетах оказывается какие именно ракеты падали второй момент она уже лжет учитывая что даже армянская сторона говорил о том что азербайджан не обстреливал города кроме так называемой столицы это это был если не ошибаюсь один день после ударов по ганже почему она об этом не говорит а ведь в ганже бомбили ночью когда люди точно были дома продолжаем вот постоянно бомбежка жители все сидели на подвалах был степанокет абсолютно пустой и на контрасте я еще оказалась там на новый год когда уже военные действия закончились там даже были пробки то есть было очень много народу под новый год но такие эмоции чувства это была очень большая печаль именно новый год он был какой-то не новый год ну то есть не праздничное обычное настроение потому что так вот здесь тоже интересно а почему ей не приехать было хотя бы раз за все время что она любит ей понравилось ездить не выступить перед азербайджанскими беженцами которых миллион а ведь она уже давно выступает на российской эстраде может быть ей стоило перед ними выступить нет зачем же приступим вот и это была такая печаль мы встречали сам новый год в церкви армянской вот там пришли матери но родственники погибших и принесли как бы красные такие фонарики это считалось как бы души этих мальчиков вот но такой странный год но я рада что это оказалось как-то хоть поддержала жителей и то что попела песни для наших миротворцев для армянских военных ну в общем так довольно такой печальный был праздник этого года но в целом думаю что все будет хорошо вы ехали подержать правильно вы часто ездите в зону боевых действий как к этому относятся ваши родные и близкие люди ну мой шутбург ездится ноль поэтому все в порядке я под надежной охраной но маме я обычно говорю уже потом уже после словам о том что вот это я была там или она будет уже потом после словам она у меня уже не очень молодая вот вот поэтому я берегу чуть-чуть просто так скажите еще пожалуйста если была бы такая возможность вы бы дали концерт азербайджану конечно бы дала если бы они оказались в такой же дурной ситуации как жители Атсаха и так она бы дала бы концерт может быть ей стоило съездить в ганджу в гандже люди оказались в такой же ситуации как она любит выставлять там мирные жители погибли в городе была покалечена даже армянка армяне умудрились они говорят что в Азербайджане не проживают армяне они умудрились знаете когда я слушаю все это конечно же сердце кровью наливается это понятно но я хочу сказать крайне интересную мысль мы с вами дорогие мои блогеры дорогие мои азербайджанцы дорогие мои журналисты дорогие мои представители диаспор мы не работаем а если армяне так легко вербуют всех подряд если данная в кавычках мадам не считает нужным приезжать в Азербайджан и покаяться хотя бы за свои вот эти высказывания перед людьми которые пострадали в гандже я сейчас не говорю про беженцев я говорю про людей которые пострадали в момент этих же самых как она говорит в этой дни этой самой войны хотя это не война это была операция до оккупации земель миллион человек стремились вернуться на родину на протяжении 30 лет их дома были уничтожены интересно ее привозили в сторону Агдама она видела во что был превращен Агдам она видела во что были превращены мечети ее возили в шушу во что была превращена православная церковь русская православная церковь не думаю да и ей самой не хотелось потому что за такие знания не заплатят и не поблагодарят определенные силы в Кремле как то так дорогие друзья в следующем видео я чтобы вы вот не оставались таким тяжелым грузом на сердце обрадую вас и сообщу крайне я бы сказал важную и радостную новость потому что хотя мы не работаем на сто процентов но даже на то количество что работают наши журналисты наши блогеры наши диаспоры уже хватает чтобы переломить ситуацию в России и армяне уже признают это и начинают даже боятся надеюсь я вас заинтриговал тогда не пропустите следующее видео всегда ваш Сеидов Камран до свидания до свидания